Дети это главное достояние любой нации, ведь именно они определяют какой путь развития будет у страны, региона, города и даже поселка. А потому фраза «Дети – наше будущее» не теряет актуальности во все времена. Правда, о правах детей и защите маленьких жителей планеты мы зачастую вспоминаем раз в году, 1 июня. Между тем, есть люди, призвания и профессия которых – стоять на страже защиты прав мальчишек и девчонок. Об одном из таких защитников наш сегодняшний рассказ. Герой программы «Профиль» Татьяна Маховикова, уполномоченный по правам ребенка в Югре. Разработчик закона о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Хантамансийском автономном округе. Автор ряда законопроектов, направленных на совершенствование защиты прав и поддержки семьи с детьми. Создатель Совета отцов, приполномоченным по правам ребенка. Организатор Детского общественного совета. Награждена медалью МЧС России за сотрудничество во имя спасения. Удостоена благодарности президента Российской Федерации Владимира Путина. Детский сад и школа – это город Селехард. Могу даже сказать, что я жила в районе, где порой приходилось выживать, потому что наш район до сих пор считается, где я проживала, достаточно таким неблагополучным. Поэтому, наверное, еще с тех пор я научилась именно этому понятию выживать, каким образом вообще в этой жизни чего-то добиться. То есть все просто так гладко не шло в жизни. Но, с другой стороны, я всегда была активной. Я никогда… Я не хочу сказать, что я была отличницей, положительной себя. Нет, я тоже дратюней была. Я так же хулиганила, как все хулиганят. Я так же пропускала или сбегала сроков, но вместе со всем классом. То есть у нас были такие вот вещи, когда мы договаривались и просто убегали. Убегали не просто так на улице погулять. Например, в Селехард приехал в цирк. Вы представляете, конец 70-х годов и приехал в цирк. Естественно, детям хочется туда попасть. Договоримся всем классом, просто сбегаем в этот цирк. Там нас и находят. Ну, это маленькие кусочки истории моей. После окончания школы я поступила в Тюменский государственный университет. Закончила филологический факультет. И, собственно, сразу по окончанию, в 89-м году я приехала в город Ханты-Мансийск. Собственно, как декабристка, замужем. Хотя у меня были предложения остаться в Тюмени, в обкоме комсомола работать. Но замужем так замужем. Мы приехали сюда, получилось так, что распределение у меня свободное. Хотя все мои сокурсники достаточно удачно устроились на работу по распределению. А мне пришлось все время поискать, где бы трудоустроиться. Начиная со школ, я обошла все школы города Ханты-Мансийска. Я обошла детские сады города Ханты-Мансийска. Нигде не требовались мои знания, умения, навыки, которые я приобрела в своей жизни. Ну и так получилось, что встретила свою жизнь Наталью Леонидовну Западного, которая меня определила в педагогический колледж. И моя трудовая деятельность началась именно в педагогическом колледже. Я преподавала там литературу. Мы очень интересно с ребятами проводили время. До сих пор с некоторыми выпускниками общаемся. Они уже, конечно, работают. И по работе в том числе с ними общаемся. Я хочу задать вопрос. Вот чуть-чуть назад тоже вернемся. Про колледж. Что там за история с музыкальными студентами у вас была? Ой, была очень интересная история. Я понимала, что... Ну и, собственно, я сама не любила, когда вот в традиционной форме проходит предмет. То есть ты рассказываешь о каком-то произведении с детьми, ты зачитываешь отрывки из этого произведения, обсуждаешь их. Но есть ведь моменты, когда какую-то часть произведения мы должны выучить наизусть для того, чтобы сдать. Ну, это требование программное. Стихотворение выучить наизусть. И понимая, что и студентам на это не всегда есть время и желание. Я такую форму для них предложила, как творческие инсценировки. И что было приятно, дети на стихи писали музыку. Если это было произведение в прозе, то они ставили спектакли. И каждый урок у нас был буквально театральная постановка. Это было очень интересно и мне, и студентам. Ну, по, скажем так, по предложению руководителя Центра дополнительного образования «Альтернатива» из педагогического колледжа, я перешла в этот Центр дополнительного образования. И мы занимались с ребятами города Ханты-Мансийска. Ну, центр был окружной. Мы проводили различные мероприятия окружного уровня, направленные именно на патриотическое воспитание. Это и методические мероприятия. И, собственно, тогда, конец 90-х годов, помните, может быть, возрождение таких военно-спортивных игр, как «Орленок», «Зорница», «Щит» тогда для рабочей молодежи. Это наша инициатива, мы тогда это в округе возродили. И, собственно, до сегодняшнего дня эти игры идут. Ну, вы ведь и в «Альтернативе» тоже, да, занимались творчеством. Хочу про подготовки. Я знаю, что вам за ночь как-то пришлось 15 костюмов сшить. Да, у нас для воспитанников нашего центра проходило очень много мероприятий. Вообще, мы их видели будущими офицерами. Это вот, как, знаете, офицеры Белой армии когда-то были такие все подтянутые, все знали, все умели, танцевать умели, петь умели, за девушками красиво ухаживали. И вот таких офицеров мы хотели вырастить. И кроме того, что у нас была допрофессиональная подготовка, которую нам помогали осуществлять сотрудники органов внутренних дел окружного, у нас еще были такие предметы, как для них мировая художественная культура. Тогда это еще в школах не велось, как вот сейчас это обязательный предмет. И обязательны были постановки театральные. И одна из постановок, которую у нас преподаватель, которая вела как раз художественную культуру для них, она была посвящена богиням. Но для того, чтобы это красиво выглядело со сцены, конечно, нужны были костюмы. И так как о костюмах в Гулу пришло не сразу, а буквально за один-два дня до самого спектакля, пришлось самим. И вот я тогда сшила 15 костюмов действительно за одну ночь. Ну, понятно, костюмы богинь, они достаточно легкие, прозрачные, и не требовали особо много швов, но это все-таки 15 костюмов. Ну, было такое, да, мы никогда не внушались всей работой, которая требовалась для того, чтобы свою деятельность не только вести ежедневно, а еще показать ее другим. Ну, вообще, в 90-е быть преподавателем – это то еще испытание, да? Я знаю, что вам даже полы мыть доводилось? Да, было такое дело, вернее, это была середина 90-х годов, когда я преподавала как раз на музыкальном отделении, и заработной платы, ну, ее просто категорически, катастрофически даже не хватало. Мужу тогда более чем полгода не выплачивали заработную плату, и я нашла работу, мы с мужем, и тогда с трехлетней дочерью ездили ночами мыть полы в одном из учреждений нашего города. У дочери была своя швабра, она ее искала, кричала, где мой шрабер? Да, был какой-то период, когда, ну, и причем хочется заметить, что мой полы я в семь раз получала больше, чем педагог. Поэтому педагогам на сегодняшний день нужно, в принципе, говорить спасибо всему, что вообще существует в Российской Федерации, потому как сегодня достойная заработная плата у педагогов. Потом некоторое время, опять же, поработала заместителем директора студенческого городка Егорского государственного университета. Поработала всего год, но считаю, что это достаточно такой серьезный год с серьезными воплощениями идей, которые во мне, в принципе, всегда бурлят. В 2002 году вы пришли в департамент социальной защиты, тогда это называлось департамент социальной защиты, да? Чем вы занимались в этой ведомстве, и, главное, какой опыт вы там получили? Ну, а вообще, если говоря об опыте, Андрей Моруа сказал, но вот дословно не скажу, что удовольствие от своего опыта получаешь только тогда, когда тебе есть его кому передать. Вот, поэтому на сегодняшний день, возможно, есть люди, которые мой опыт принимают, пока еще точно утверждать не могу, но ищу таких людей, кому я могу его передать. Вот, а какой опыт получила в департаменте социальной защиты населения? В принципе, ну, вот все, что я умею, оно просто как-то вот определенным образом сформировало определенные позиции мои по отношению к реализации законодательства, к умению прочитать между строк законодательство, не нарушив его, к умению разработать законодательные нормативные акты, к умению провести, организовать, провести большие мероприятия, потому что именно на моем отделе я, когда из департамента увольнялась, я в течение нескольких лет была начальником отдела семейной политики, и мы проводили различные мероприятия, начиная от губернаторской елки, это лежала именно ответственность на нашем отделе. Еще в 2002 году я, именно по моей инициативе, был впервые проведен Всероссийский день матери в округе, и тогда благодаря телекомпании Югра мы сделали очень хорошее мероприятие, и оно стало ежегодным, по крайней мере, пока я там работала. В 2004 году, через слезы, бессонные ночи, я все-таки добилась, доказала, вернее, сумела доказать руководителю департамента необходимость проведения «Семья года Югры», разработав положение, и его приняло правительство и утвердило. Вот, собственно, закон о поддержке семьи, материнства и детства. Я была одним из тех, кто придумал этот закон, кто его защищал. Программа «Дети и Югры» – это та программа, которая после Марии Геннадьевны Краской я курировала уже, мой отдел, и разрабатывала, но только курировала ее реализацию. Ну, и, собственно, вот это все мне дало возможность, наверное, во-первых, понимать, осознанно понимать политически все вещи, которые происходят в России, потому что я была уже не обывателем, я не работала на каком-то узком направлении, а направление было достаточно обширное, и работая со всем, с чем приходилось, в том числе напрямую с людьми. Вот, наверное, это был тот опыт, который сегодня я как раз реализую уже в деятельности уполномоченного. В 2009 году вы стали уполномоченным по защите ребенка в Югре. С чего все начиналось? Вы помните первые шаги? Что нужно было сделать тогда? Я некоторое время, конечно, отнекивалась. Я очень боялась, потому что это абсолютно неизвестная роль, это неизвестный фронт, на который тебе придется пойти. И этого не было. То есть я начинала, я зашла в пустой кабинет. Нет, он был не пустым. Там был стол, стул, компьютер и шкафчики пустые. То есть я была одна. У меня не было тогда ни помощников, ни отдела, который бы мне помогал, что есть сейчас. Я начала, собственно, с того, что я взяла себе, пошла в логистике бумагу, ручки, карандаши. И начала через интернет сообщать о своей вообще деятельности. Разместила все постановления о моем назначении. И тогда люди начали узнавать. И первый год, вот он был неполным. Это было всего 4 месяца, получается, да, сентябрь, тэп, ноябрь, декабрь. И тоже за этот первый год ко мне поступило, я как сейчас помню, 220 обращений. Конечно, будучи одной в этой роли, я физически не могла бы лично ответить всем. Поэтому мне тогда пришлось как раз, и это было, наверное, очень хорошо, потому что на сегодняшний день эта работа выстроена. Я тогда начала выстраивать работу со всеми институтами власти, которые тем или иным образом касаются деятельности детей. Поэтому они мне очень помогали. Тоже понимаю, что один в поле не воин. И, в принципе, с этого начиналось. Ну, в 2010 году закон усовершенствован был. Уже должность уполномоченного стала не государственной гражданской службой, а государственной должностью. Тогда же были расширены полномочия уполномоченного в тавтологии, но и так есть, в законе написано именно так. И тогда же уже было внесено в законодательство, что деятельность уполномоченного обеспечивает отдел. И, собственно, на тот момент еще не было у нас уполномоченного по правам человека, хотя этот закон был с 99-го года. И, собственно, по моей инициативе в том числе начали поднимать вопрос о том, что и закон-то надо исполнять, и уполномоченного по правам человека тоже необходимо назначить. И тогда еще с Сидоровым Александром Леонидовичем мы взялись совместно и все-таки доказали, что нам нужны еще руки, ноги, головы. И нам такую возможность предоставили. Мы набрали себе по отделу, обеспечивающему нашу деятельность. Конечно, это стало гораздо продуктивнее. И даже если исходить из обращений, которые нами отработаны, первый год это около тысячи уже после того, как отдел набрался, на сегодняшний день это порядка полутора тысяч обращений, которые мы действительно отрабатываем, каждая. И хочу сказать, что все обращения у нас, если они сложные, мы с ними работаем, мы их ведем до завершения ситуации. Независимо. В течение месяца мы должны ответить по закону, да. Мы отвечаем, но при этом с людьми мы работаем до конца. А чего вообще состоит работа детского амбудсума? Что это? Сказать однозначно вот это, это и это невозможно. Это и жилищные вопросы, это и вопросы образования, вопросы здравоохранения, вопросы документирования детей, различных конфликтных, разрешения различных конфликтных ситуаций. Это и взаимодействие с детьми, потому что одно из полномочий – это правовое просвещение детского населения. Но опять же, вот тот коллектив, который у меня есть, мы не в силах охватить более 400 тысяч детей. Поэтому пять лет назад мной был создан детский общественный совет приуполномоченном. И в каждом муниципалитете теперь есть мои представители, причем они пошли дальше, они еще каждый создали у себя на территории свое представительство, то есть уже как спрут, да, практически во всех школах муниципалитетов. Ну, хотелось бы, чтобы во всех, но в большинстве школ муниципалитетов сегодня есть ребята, которые занимаются правовым просвещением своих сверстников, более молодых, более старших детей. Кто в своей работе? Юрист, психолог, может быть, политик? В деятельности уполномоченного, наверное, приходится быть во всех лицах. Потому что есть моменты, когда где-то приходится немножко отступить, где-то законодательство глубже изучить, если говорить о юридических, да. Юридическое образование у меня нет. Юридическое образование – это моя практика. И умение, то, о чем я вначале говорила, читать между строк, оно как раз помогает моей деятельности. Собственно, все это, опять же, опыт, опять же, та практика, которую мы нарабатываем. Вот эти все 30 лет – это, наверное, на сегодняшний день как раз помощь в решении определенных вопросов. Ведь люди, многие уже на сегодняшний день, люди, когда обращаются, они говорят, мы слышали о вас, нам сказали, что только вы уже сможете помочь. И есть ситуации, когда я действительно уже последняя инстанция. И, ну, не хочется, конечно, хвалиться, вроде как некрасиво это будет звучать, да, но, с другой стороны, порядка 60% обращений – это разрешение ситуации положительным образом. Это результат. Я упомянул, что вы юрист, что вы психолог, я не знаю, я сказал, политик. Вам ведь приходится на международном уровне вопрос решать. Да, мне приходится решать, ну, как, не напрямую, хотя и напрямую тоже мы работаем с консульствами, потому что за эти 10 лет я работала в Таджикистане с нашим консульством, работали с американским консульством в Екатеринбурге, в Узбекистане мы тоже работали. На сегодняшний день, вот, ну, есть определенные острые вопросы, которые мы совместно, опять же, с аппаратом полномоченного при президенте разрешаем по возвращению наших детей из Сирийской республики. Тоже фронт работы ваш выходит далеко за пределы Югры. Да, фронт работы выходит далеко за пределы. Ну, чаще всего, конечно, это решение вопросов на региональном уровне. Много вопросов, которые мы разрешаем совместно с уполномоченными в других регионах. Причем наша работа построена так, что нам достаточно позвонить друг другу и сказать, что нужна помощь в том-то и том-то. Помощь будет оказана незамедлительно. А вообще современные технологии вам в помощь? Вот там МСНЖ, социальные сети? Конечно, конечно, в помощь, и причем, вот мы уже с вами начинали разговаривать о том, что вот те же группы, которые создаются в ВКонтакте, группы, которые создаются в Вайбере, в Ватсапе, это помощь, наверное, даже не только для меня, может, и не столько для меня, а как для тех, кто меня включает в эти группы. И у людей появляется возможность оперативно задать вопросы, оперативно получить ответ. То есть это не требует в этом случае определенных официальных документов составления, на что всегда требуется время. Иной раз людям бывает достаточно получить консультацию в переписке с современными способами связи. Про добрых людей. Вам часто встречались на жизни на пути добрые люди? И кого вы могли бы назвать своими учителями по жизни? Ой, кого бы я могла назвать своими учителями? Наверное, всех людей, которые меня учили в этой жизни. Первое, наверное, это все-таки родители. Потому что чувство такта, умение сопереживать, вообще отсутствие какой-либо, ну, не знаю, короны на голове, скажем так. Ну, вот по-честному, мне ее нет. Не сумела приобрести. Может быть, это плохо, но я считаю, что это неплохо, потому что вот папа мой, он всегда был на руководящих должностях, но при этом он всегда оставался человеком. И когда я встречаюсь с чиновниками, я всегда говорю, мы работаем для людей. Вот наша работа ни на что больше. Мы ничего больше, мы не производим, мы не изобретаем чего-то. Работаем просто для людей. Поэтому если мы когда-нибудь окажемся в шкуре этого человека, ну, вспомним себя, и нам будет стыдно за себя. И я рассказывала уже ситуацию о том, что, когда впервые в жизни мне пришлось, вернее, как я возгордилась своими достижениями, это когда я впервые в жизни стала руководителем, командиром тогда, называла студенческого отряда строительного. Ну, вот как-то я отвернулась от своих девчонок, которые были в отряде. Но утром я проснулась, и надо мной висел плакат, который написала моя подруга. «Когда возносят до небес, смотри, чтоб не уронили». До сих пор это сохранилось в памяти. И, возможно, вот это было как раз вот тем моментом, когда я перестала, или, вернее, дополнительно стала еще думать о том, а как окружающие. Ведь не потому, что нужно перед ними красиво выглядеть или хорошо, а просто потому, что нужно везде, на каждом месте оставаться человеком. Скажите, правда ли, что выбор профессии повлия художественные фильмы у вас? Да, правда. Ну, я еще была маленькая, и я вот на сегодняшний день, наверное, даже не вспомню. Но мне было где-то лет до семи. Это было вот так. Я впервые тогда... Мы всегда у нас были семейные просмотры кинофильмов. Ну, и помним, да, была одна программа «Черно-белый телевизор». Когда я впервые узнала, что такое цветной телевизор, родители меня повели к своим друзьям посмотреть цветной телевизор, и я представляла, что там цветочки-цветочки. Оказалось, что это все совсем не так. И вот мы смотрели тогда с родителями фильм «Весна на Заречной улице». И героиня, как мы помним, там, учительница Татьяна. Мне она так понравилась. И я решила, что я тоже буду учителем. И действительно, как-то подсознательно это меня вело. Я не могу объяснить, почему я стала филологом. Я всегда в школе любила математику. Но на филологию, когда я поступала, был больше конкурсов. Почему-то мне захотелось, наверное, и его пройти. Потому что на математику тогда даже был недобор в 85-м году, в 84-м году, когда я поступала. Был недобор. А вот на филологию был конкурс. Я поступала туда. Читать и русский язык, литературу я всегда любила. А вот математику любила больше. Я вот считала в уме очень хорошо. Может быть, и сейчас сделаю. Но калькулятор тут еще расслабляет немножко. Ну и этот фильм, конечно, да, я его до сих пор люблю пересматривать. И в жизни у меня сложилось так. И, в принципе, когда я уже подходила к концу обучения в университете, у меня, ну, я тогда еще не планировала вообще замуж выходить. И я очень хотела распределиться именно в деревню. Потому что вот какие-то испытания должны пройти. Но не получилось. Получилась декабристка в городе Хантоматийск. И последний вопрос. Это так вот у нас модно говорить про некие целевые показатели в нашей работе. А вы для себя какие ставите цели? Когда вы понимаете, что работа сделана хорошо? Ну, это возможно понять только получив ответную реакцию от тех, с кем работаешь. Да, на сегодняшний день очень много в ответ приходит слов благодарности от тех людей, с кем работаешь. Вот простое слово «спасибо» — это вот буквально на крыльях летишь. Другого и не надо. Потому что ты понимаешь, что ты живешь не зря и работаешь не зря, если ты действительно видишь отзыв от человека. Субтитры подогнал «Симон»